Было очень сложно. Приехала я в Ленинградскую консерваторию и, к сожалению, в тот год умерла Серваль. Я приехала, а я хотела поступать к ней, потому что мне очень нравилось как она учит своих студентов. Ну, не сложилось. Мартианов Юркова закончил. Да, вот, ну, Серваль серьезные очень были певцы. Вот. Ну, и есть сейчас звезды, можно сказать. И я поняла, что, да, ну, кто-то из педагогов хороших уехали за границу как раз. Было ток, тогда иммиграция волна была. Было время сложное. И третья консерватория в России, это была Саратовская по своему уровню. И я поехала туда на свой страх и риск, хотя и там тоже по блату нельзя было поступить, на вокальное отделение. Но там, на мое счастье, был театральный факультет. И в тот год набирал курс музыкального театра Георгий Петрович Банников. Значит, то есть там была программа, по которой учил Покровский свой курс в ГИТИСе. То есть она в себя вбирала и вокальная, как бы, факультет, и театральную подготовку. Очень серьезно. Мы там вкалывали вот просто с 8.30 утра и до 10 вечера. Ну, то есть так как меня поймут все наши драматические, там, студенты, да, драматические актеры, вот все так было. Давай посмотрим, у нас же много роликов мы сегодня принесли. Можно вот первую посмотреть. Начнем, наверное, уже хоть с первого. Давайте. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Мы смотрели сейчас, это был фрагмент Аритоски, и это был 99-й год, по-моему. Это был Собиновский фестиваль оперный в Саратове как раз. На базе этого фестиваля там проходил очень интересный конкурс, который назывался «Конкурс конкурсов». То есть могли принимать участие в нем только 12 человек, уже будучи лауреатами других международных конкурсов только. Там был очень суровый отбор. И так как он проходил впервые, коррупции не было. А там педагоги соревновались или вы? Нет, соревновались вот 12 солистов. Педагог приезжает с тобой? Нет, никаких педагогов. Говорит там, жюри, это моя. Нет, нет, ничего подобного. То есть вы нормально, реальны, все вокалисты. То есть уже все закончившие консерваторию, уже работающие молодые оперные певцы. И ты получила? Я получила вторую премию. А первых-то кому? А первых была... Нет, 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 была замечательная девочка из Якутии. Мэтса Сопрано. Ну, за географию, наверное, получила. А сейчас она где-то замечательная? Она была, я знаю, что она была и в Большом театре, и в Испании. Очень хорошая. Но у нее была очень выигрышная программа. Вот все-таки я думаю, что поэтам. А вот у нас дальше стажировалась, во время учебы, что ли, в консерватории, стажировалась в Академическом театре Казани? Или это просто через запятую, это следующий этап жизни? Нет, 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 это параллельно. Когда я уже была на старших курсах консерватории, я ездила в Казань, в оперный театр. Там потрясающий театр был и есть, с громадными традициями старыми. И тогда была такая возможность, вот набирали некую, как сказать, стажерскую группу. Мы делали отрывок. Вот у меня была, например, заключительная сцена из Онегина. Приезжал режиссер из Москвы, с нами работал, выпускал. Вот, конечно, и на такой сцене, как Казанский оперный театр, где, как вы понимаете, фестиваль проходит имени Шаляпина. То есть такая сцена обязывает очень серьезно. Хорошо. Так, смотрите, далее у нас. Стажировка еще? Мастер-класс Шандеровича. Ну, Шандеровича, да, это когда я училась в Ростове-на-Дону. Да, приезжал Шандерович, замечательный интерпретатор. Он концертмейстер был. Шандерович, который такой вот сейчас... Нет, это не тот. Высмеивает полицию. Нет, нет, нет. Полиция. Нет, это другой. Другой. Потом был мастер-класс вот в Италии. Вот я смотрю, маэстро Винченцо Ласколо. Да, это вообще замечательный, совершенно певец. К сожалению, вот год назад он умер совсем. А что такое мастер-класс? Что такое мастер-класс? Для того, чтобы поехать. Сама решила, купила билет, взяла паспорт, сделала, договорилась напрямую с мастером. За оплату. Вы знаете, сейчас это возможно. Можно, да. Но тогда, вот этот был мастер-класс, скажем, маэстро Ласколо. Это я поехала на Сицилию на конкурс, победила там. И маэстро сам предложил поделиться своим опытом, провести мастер-класс. Он сам отобрал вот из лауреатов нас и с нами занимался. Это было совершенно бесплатно. И то, чему он меня научил, мне очень здорово помогло. И он очень был так добр ко мне и дружелюбен. И поделился теми секретами, которые обычно не рассказывают. А сам-то он в это время, в тот период пел в Миланском театре. Он был в Ласкало, он митрополитен, он замечательный тенор лирический. Был такая звезда, в общем, первой величины. Удивительно. Просто этот город Алькома, где проходил конкурс, это была его родина. Поэтому там был он очень уважаемый человек. И его слово было закон. И поэтому тоже это был конкурс, который впервые проходил. Опять не было коррупции. Я всегда попадала, если проходил что-то, нечто впервые, то есть был шанс туда попасть, если ты этого был достоин. Ты по гороскопу у нас? Телец. Ну, то есть, поэтому такая ты упрямая и крепкая. То есть, вот сама ехала и везде, да? Пробивалась, пробивалась. Это качество от отца, вот такая напористость, и как бы знаешь, чего хочешь и добиваешься. Ну, конечно, это родители воспитали. Или они сказали, так, Женя, ты ушла, назад приходишь только богатый уже домой. Нет, папа сказал так, вот когда я уехала в Ростов, то есть, когда я уже работала концертмейстером и был уже первый диплом в руках, он сказал, что вот если ты решила уехать, значит, ты уже сама и отвечаешь за свою судьбу. Ну, а если бы сказал, нет, папа, а я не решила уехать, вот что ты мне предложишь, кроме вашего госпиталя? А папа сказал, ну, работай вот здесь, там, вот играй концертмейстером, работай, да, фармейстером иди. Да, это вот, это уже было в Ярославле. Вот сейчас они. Ему, как отцу, конечно, было бы спокойнее, чтобы я жила с ним и была тут рядом, там, как-то строила свою жизнь. Но он уважал и мое желание. Он всегда говорил, что есть слово «надо». То есть, он воспитывал чувство ответственности очень из-за своей подступки. Давай посмотрим, Чиосан, что ли? Да, да, да. Да? Да, да, это Чиосан, да. Да, можно. Смотрим. КОНЕЦ 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 Чио-Чио-Чио-Сан? Да, Мадам Батерфляй Пучини. Это на сцене? Это сцена бывшего Малигота, бывшего театра имени Мусоргского, ныне Михайловский театр. КОНЕЦ 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 концерты, участвовать во всех... А, то есть, Белинский взял тебе мускомедию? Да. Он был худруком? Да, на тот момент, да. Причем он взял меня, когда я была вот между четвертым и пятым курсом, я приехала прослушаться в лето, и он целый год ждал меня, чтобы я приехала. То есть я закончила консерваторию, пятый курс, и приехала. Ему нужна была героиня моего плана, потому что у него другая героиня, Алина Алексеева уже была светлая такая, изящная такая, аристократичная, а ему нужна была сильва, вот черненькая такая, в общем, темпераментная. А вот чем мне любопытно, ну, я могу догадаться, чем обусловлена вот эта вот свобода? То есть, девочка, у меня работаешь, а он, меня видишь, он там за площадью есть еще один театр, хочешь там попой? А мне принесешь славу, заодно и заработаешь денег, которых у меня нету. Нет-нет-нет, Александр Аркадьевич, он подбирал артистов, вот и в наш театр, он колоссальный человек, который аккумулирует вокруг себя индивидуальности. И вот тогда в театр он набрал, он же набрал Алину Алексееву, Володю Самсону, да, то есть, я имею в виду, они при нем стали, не он их брал, но при нем они стали вот этими звездами. Свету Лугову, то есть всех наших, там, Сашу Барина, кого мы знаем, Таню Таранец, это все Александр Аркадьевич Белинский. Поэтому он человек, как внутренне богатый и сам очень образованный, у него был очень хороший глаз на людей, поэтому он предоставлял возможность, он понимал, что если ты пойдешь в другой театр, в другой жанр, там поиграешь, попоешь, то ты придя, вернувшись в свой родной дом, то ты это обогатишь еще новыми какими-то окрасками. Потом он всегда считал, что героиня должна хорошо петь, чего не скажешь сейчас. У нас в театре всегда была традиция такая, что наша героиня нашего театра, которые исполняли Сильву и Ганну Головари, они пели и в Мариинском театре, а теперь, к сожалению, не так. Сейчас у вас поют Кривонос, Саша, Санька, который начинал у Иры Бронз, ну Саша, Саша, с которым мы в одном, Трофимов, да. А, да, Саша Трофимов, да, да. Санька там у вас, Байрон. Саша Трофимов ушел. Саша Трофимов ушел в Мариинский театр. Ушел совсем-совсем уже ушел? Ну, насколько я знаю, что... Из мускомедии ушел. Из мускомедии ушел, да. То есть, вот сбылась мечта стать оперным... Понимаете, это разная, разный подход к организации театрального дела. Александр Аркаевич, ему были интересны личности, индивидуальности, причем даже те, которые ему не нравились, но он всегда был в состоянии оценить... Не нравились как... А вообще, вот по принципу, ну не люблю я тебя, да, как человек и профессионал. Но для роли ты нужен.